Здравствуйте, друзья! С вами Пластмассовый Енот, канал о термопласт-автоматах и не только. Сегодня Олег нам покажет, как настроить термопласт-автомат для литья готовых изделий. Олег, с чего начинается настройка термопласт-автомата? Наверное, с того, что нужно повесить пресс-форму. Об этом вы можете посмотреть отдельное видео по ссылке. Повесили форму. Дальше мы что делаем? После установки пресс-формы, после настройки открытия максимального необходимого, подключается охлаждение. На данной пресс-форме охлаждение не подключено, потому что это тестовая форма. И для получения годных отливок данной форме охлаждение не требуется. Настройка пресс-формы в части узла смыкания требует следующих манипуляций. Во-первых, настраивается высота пресс-формы. Ссылка у нас есть на это. Настраивается открытие-закрытие, скорость и давление, плавность хода. Настраивается ход толкателя, на котором мы сейчас тоже более внимательно его рассмотрим. Давайте настроим ход толкателя. Включаем, соответственно, двигатель. Заходим на страничку толкателей в режиме наладки. Выставляем значение, например, 100 мм. И медленно выдвигаем толкатели. Смотрим на пресс-форму. Как мы видим, толкатели вышли из пресс-формы. Этого достаточно для съема отливок. Смотрим, какая у нас фактическая позиция толкателя в данный момент. 58 мм. Соответственно, положение вперед мы можем выставить. Ну, примерно такое значение и выставить. Например, 55. Давление, скорость указаны вот в этих строчках. Давление и скорость может составлять 40-20. Для начала. Если нужно быстрее, мы в процессе цикла можем это увеличить. Пробуем в ручном режиме, как у нас будет срабатывать толкатель. Достаточно. Ранее в роликах мы настраивали высоту, настраивали ход подвижной плиты, скорости подвижной плиты. Это можно будет увидеть по ссылке на нашем канале. После настройки высоты пресс-формы, хода открытия плиты, скоростей, хода толкателя и скоростей, давления толкателя, проверяем работу узла смыкания в ручном режиме. Для запуска термопластомата в первый-второй цикл этого достаточно. В процессе работы можно увеличить или уменьшить скорости, если нам необходимо будет это сделать. После настройки узла смыкания переходим к настройке узла впрыска. Соответственно, у нас уже выбрана температура. Мы будем лить на ПНД. Температура примерно 180-200 градусов на материальном цилиндре. То есть мы уже засыпали сюда материал. Сейчас покажем процедуру прогонки материала после засыпки. И покажем настройку концевого датчика. Подвода каретки сопла к ледниковой втулке формы. Прогоняем материал, который мы засыпали в бункер. Прежде чем делать первые впрыски, нужно прогнать материал, чтобы он у нас начал, соответственно, выходить из сопла. Включаем режим наладки. И в режиме наладки производим загрузку материала. Как мы видим, материал у нас выходит из сопла. Останавливаем загрузку. И делаем впрыск в режиме наладки. Далее опять делаем загрузку. В течение 5-10 минут. После того, как материал начнет выливаться из сопла. Останавливаем. Делаем впрыск. Можно сделать его до нуля. Соответственно, весь материальный цилиндр у нас заполнен материалом. Далее можно настроить концевик каретки, который расположен вот здесь. Для корректной настройки концевика каретки необходимо сначала сомкнуть пресс-форму. Далее подвести сопло к ледниковой втулке. Теперь мы настраиваем бесконтактный датчик. Вот зажглась индикация. Сзади мигает лампочка. Как только лампочка зажглась, еще буквально на миллиметр направо и закручиваем. Для чего нужен концевик каретки? Это сигнал для термоавтомата о том, что можно делать впрыск. Если сопло не будет подведено к ледниковой втулке, соответственно, впрыск делать нельзя. После настройки концевика каретки отводим каретку в заднее положение и размыкаем пресс-форму. На данной форме получаются две вот такие отливки, ну и, соответственно, ледник. Бывают, возникают вопросы при наладке неизвестной формы. Сколько в миллиметрах задать загрузку, чтобы пролить отливку, ну и приближенно получить ее уже годную, без облоя, без недолива. Сразу это угадать практически невозможно, но мы сейчас попробуем подобрать дозу для получения гонных отливок без замечаний к ним. При первоначальном подборе правильной дозы впрыска обычно руководствуются весом всех отливок и ледников и сопоставление это с массой впрыска на термопластомате, на том, которым мы запускаем форму. Например, если масса впрыска на термопластомате 200 грамм заявленная, а отливка весит 20 грамм, соответственно, нужно взять одну десятую от хода шнека. На данном термопластомате ход шнека составляет 190 миллиметров, а объем впрыска примерно 240 кубических сантиметров. Взвесив отливку и сопоставив эти данные, у нас получилась цифра примерно 70-75 миллиметров. Сейчас мы покажем, какие первоначальные данные рекомендуется вводить для той формы, в которую вы льете впервые или у которых нету каких-то специальных требований к впрыску. Как мы видим из данных настроек, загрузку мы задали 75 миллиметров. Максимальная загрузка у нас может быть 182 миллиметра. Декомпрессию мы задали 5 миллиметров. По впрыску. Здесь мы видим давление и скорости по стадиям, которые будут у нас, соответственно, работать в полуавтоматическом режиме. При запуске новой формы, особенно неизвестной для наладчика, можно руководствоваться примерно вот такими цифрами. То есть давление должны составлять примерно половину от максимального. Максимально на 175 мы выставили 80. И скорости должны составлять тоже примерно половину от максимального на станке. Максимально 100% мы выставили где-то 55 и ниже по стадиям. При данной настройке загрузка у нас 75. До 25 миллиметров у нас будут давление и скорости вот такие. До 15 поменьше. И после 15, соответственно, еще ниже. Время впрыска мы задали примерно 3 секунды. Выбрали переход по времени и по позиции. По позиции 9 миллиметров, по времени 3 секунды. Что быстрее наступит? После того, как или прошло 3 секунды, 3,3 секунды, или шнек дошел до 9 миллиметров, происходит переход на удержание. Удержание с небольшими давлениями 2 секунды. Время охлаждения. Для этой формы достаточно 12 секунд. По времени охлаждения нужно руководствоваться габаритами отливки и толщиной стенок. Соответственно, чем отливка тоньше, тем охлаждение меньше. И, соответственно, если отливка толстая, нужно охлаждение делать побольше, иначе она не успеет охладиться. После ввода первоначальных данных по загрузке, по впрыску, ну, соответственно, по другим параметрам, необходимо для первого запуска загрузить материал до позиции, выставленной на загрузку. Соответственно, 75 миллиметров плюс 5 миллиметров декомпрессия. Это мы можем сделать, переключив ручной режим. Сопло отведено от пресс-формы. Включаем загрузку и видим, что у нас, соответственно, пошла загрузка. По достижению 75 миллиметров она остановилась. Далее нажимаем на декомпрессию, нажимаем и держим. Шнек отвелся еще примерно на 5 миллиметров. После этого мы очищаем сопло от имеющегося там материала. Перед запуском пресс-формы в первый цикл необходимо еще раз пройтись по тем параметрам, которые мы меняли или настраивали. Узел смыкания – это ход открытия, настройка высоты, ход толкателя. Узел впрыска – мы прогнали материал, настроили концевик, выставили и достигли необходимой дозы загрузки. Также, соответственно, настройки всех движений, впрыска, загрузки, открытие, закрытие толкателей мы настроили в контроллере термопластов автомата. После этого, перепроверив эти параметры при каких-то вопросах, включаем полуавтоматический режим. Закрываем дверь. Пресс-форма закрылась, каретка подвелась. И вот у нас пошел первый цикл. Вот мы получили первую отливку. Она немножечко в смазке, это, соответственно, смазка из пресс-формы консервационной. После этого наладчик осматривает отливку, смотрит недоливы, облои, утяжины, какие-то другие замечания. И если замечаний таких нет, то, соответственно, если форма позволяет работать в автоматическом режиме, можно перевести клавишу в автоматический режим и запустить. Часто при первом запуске, получаются вот такие вот отливки. Вот такая она должна быть, вот такая получается, то есть недолив. Соответственно, необходимо подкорректировать витевые параметры. Параметры впрыска, а может быть и параметры загрузка. Сейчас мы покажем, как вот на этой форме устранить недолив и получить годную отливку. Вот эта отливка получена вот при вот этих параметрах. Как мы видим, у нас подушка составляет 28 миллиметров, то есть дозы хватает, просто не вся доза впрыснулась, соответственно, в пресс-форму. Что мы можем сделать? Мы можем немного увеличить понемножку время впрыска, допустим, поставить 2,3 вместо 2 секунд. И немножечко прибавить на пятерку давление и скорость на первой стадии. Попробуем запустить цикл. Как мы видим, отливка стала больше по габаритам, но тем не менее она еще недолитая. Смотрим дальше на параметры. Мы видим, что подушка у нас еще не нулевая, составляет 17,8 миллиметра. Соответственно, загрузку мы не меняем. Меняем параметры впрыска. Увеличиваем немного время впрыска. Было 2,3, стало 2,6. И можно увеличить немного на пятерку, допустим, скорость впрыска на первой стадии. То есть мы набираем 75 миллиметров, до 25 у нас давление и скорость будут, соответственно, вот такие. Пробуем запустить в полуавтоматическом режиме. Как мы видим, отливка стала по габаритам еще больше. Попробуем еще поменять параметры. Мы видим, что подушка у нас еще не нулевая. Значит, загрузку мы не трогаем. Сделаем время впрыска 3 секунды. Увеличим на пятерочку скорость на первой стадии. Вторую, третью стадию мы пока не трогаем. Давление по стадии должно уменьшаться и скорость. Пробуем запустить в полуавтоматическом режиме. Как мы видим, отливка полностью сформировалась. Далее смотрим на утяжины или какие-то маленькие недоливы. Если в замещании к отливке нету, то, соответственно, можно запускать термопластомат в автоматический режим и получать отливки. При настройке термопластомата необходимо придерживаться примерно настроек, которые мы сейчас вам покажем. Закрытие-открытие. Толкатели Впрыск И удержание под давлением Загрузка Настройка каретки Эти параметры подходят, конечно, не для всех форм, но при запуске новой формы на этих параметрах средних можно начать проливать форму и при каких-то замечаниях увеличивать или уменьшать эти параметры. Сегодня мы научились устанавливать базовые параметры термопластного автомата для того, чтобы получить готовую отливку. Сегодня вы видели, как устраняется недолив. В будущем мы планируем новые видео, посвященные другим дефектам литья. Если это видео было вам полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях обязательно, какие видео вам были бы интересны. Их мы будем снимать в первую очередь. Субтитры создавал DimaTorzok